Я думаю, что ее было приятно. Команду включаю, кого-то понизят. Ну, с Вовы Чесом, мы вроде играть не должны, еще до этого времени не дошло. Ну и так, толпату, конечно. Видимо, с Семеновичевым, либо с... Тех, кто стримит? Ну, по сути, тут... Тех, Семеновичевым, высокая вероятность, по цвету подходим. Да! Вот и сычок! Вот и все! Такомое, но... Блин, и как тут играть? Богатырского надолел. Что-то похоже на ситуацию сжигалка, мне кажется. Ну, как-то Ц5 ход уже смотрится интересно. Там, все-таки, на H2 несет, а если он защищается, ну, мы хотя бы центр уже кругом выбираем. Вроде как... Придется бить, что ли? По всем канонам это правильно. Сейчас меня по центру будут давить. Центр вроде мы должны захватывать даже в шахматах Фишера. Такой план. Ну, хорошо, в любом случае, наверное, как-то. Это сицилианская будет структура, видимо. С3, ну, как бы нас это не беспокоит. Я думаю, просто надо сразу, так сказать, пилки. Не, ну, лкировку-то я могу хоть сейчас сделать. Да, лкировку я сразу сделал от греха подальше. Ну, там и сделал ее, кстати, птичка. Ну, в этом, сейчас как-то Е5, Д5, и не пойдем. Да, не стоит. Активно выбивать фигуры противника. Ну, Д5, Е4. Я хочу дождаться Е5. Как ты не сыграешь? Может, с Е5 начать? И потом Д5. Все-таки выглядит... Это неплохо. Убрали. Хотелось бы обладать в центре. И как бы уже использовать его для дальнейших действий. Так, стрёмно. Слон не очень, но опять же, центр Е4. Но Е4, там слон Б5 уже. Я сюда, он забрал. Тоже это не приведет, конечно, нас к победе сразу, но... Тем не менее... Ну, как в Соловянской, да, вот, структуру. Дайте поменяем слону. Слоны в 5. Чтобы не так было больно. Он как-то тоже кусается, но кусается не больно. Слоны в 5. Ну, потому что если поменяем, да, то как бы можно уже Е4. Слоны в 6. Давайте, может быть, я думаю, просто поменяется скорее. Все, ладя Д5, слоны в 5 взял, взял, все в порядке. Я думаю, можно ладью побить. Ну, плохо, что теперь Е4 как-то уже не так опасно для него играть. Тут же с Ламбой 5 нет хода. Ну, как-то Ферзем отступать там тоже не очень понятно, что бы там было. Что бы из этого следовало. Чего он будет делать? Ну, ему пока следует бить. Делал сюда. Там где-то Конь Ф4 очень серьезная идея. Конь, ну, как-то придется уже Ферзь С2, мне это начинает нравиться. Это уже какое-то веселье. Злодя Д7 просто нельзя бить. Как-то Ферзь С2, мы можем что-то из серии взять. Ферзь С4 двойной удар. То есть какие-то уже танцы мы начинаем. К Семеновичу, были вопросы его гуру. Будем разбираться, что называется, в порядке живой очереди. Пока. Может, как-то еще Ферзь С6 из него ход вытянуть. Но, правда, после Ф3 у него слон выйдет. Еще не очень понятно, нужно ли мне это. Мне такой ход очень нравится, кстати. Ладья Д7, Ферзь Д7. Там как-то... Главное, так сказать, выстроить. Он Конь Б3 сыграет. Нет, конечно, он как-то вытащит слона потихоньку. Так, вот еще что можно сделать? Как-то аж 5-4 попробовать это раз. Второе, Ферзь Д5. Ну, вот сейчас слона бы перевести ему, и в принципе жить можно. У него Конь тоже пока не играет. Впрочем, там еще и Конь Д3. Там еще и Конь Б3. Может, сюда, нет, сюда, наверное, не пойдет. Ну, все равно момент интересный. Это точно поменяешься. Надо понимать, там где-то поле Ж5, правда, да, ослабнет? Слава Богу, что белопольного слона нету. Вот это, наверное, для меня главный подарок. Ну, я думаю, все равно, наверное, как-то не спеша будем выходить. Может, даже Слон Д4 взял и Ф3, что-то в таком стиле. Конь Е4. Сюда. Ну, и Ф3 мне не нравится то, что Ферзь Д5 сюда. Это ход есть неприятный. Так, сможет быть, Конь БД5. Ну, Конь Д5, он С4. Ну, ладно, это еще приемлемо. Это еще приемлемо. Ну, Ладья БД1, может быть, там, где-то можно. Ну, да, Конь пошелось. Слонь, если я не въехал, ну, ладно. Так, вот здесь что-то хотелось бы, что-то типа Ферзь Ц6 уже. Ну, каждый Конь Е5. Глаз, зачем он туда? Понятно, что это будет. Он угрожает ходом Ладья Д1. Но то, что у меня Ферзь под боем, это как бы не очень решилось. Давайте постоянный шах. Попробуем его. Слоня Д1, Конь Ж2 еще пройдет удар. У меня опять Ферзь Ц6 меняет. А, вот. А, F3 все-таки это еще и ослабление. Там даже вплоть до какого-нибудь А5. И там какая-то тактика начнется. Связки, перевязки. Ну, по виду вроде хорошая оппозиция. Ф3 даже какой-то Слонцы Сей. Вот как-то, да. Нет, очень хорошо смотрится. Да, время я чуть запустил. Но, по-моему, пока это не является каким-то очень существенным фактором. Ну, для начала можно вот так. Он такого ресурса, видимо, просто он боится. Конь Ж2, а не значит, что Конь А5 нет для какого хода. Хода не должно быть. Конь А5, Ферзь А6, там он Е3 побью. То есть, как-то Слонжи 5, сразу можно и Ф6 просто задать вопросы ему. Даже ладь не понял. И после этого как-то автоматически... А что будет на этот ход? Так, С4, елки. С4. Это я забыл про такой ход. Ай-яй-яй. Что-то как-то... Опять не по плану все. Я думаю, что уже сразу выигрываю, если честно. Так, странный он, конечно, какой-то. Реально странный. Так, видимо, теперь как-то Ферзя надо убирать. Слонжи 5, Конь Ф3. Надо было на Ж6, конечно, но дальше ничего. Да, елки, я на Ж2 слишком рано ударил. Он сюда хочет, это понятно. Слонжи 5, он пошла деться в 8, еще что-то будет. Да, что-то я не до конца в игру вошел. Я вел неплохо, но где-то растерялся. Так, надеюсь, с ним все в порядке. То есть, если вы понимаете, о чем я... Это будет странно, если... Ладно, пока не будем думать. Что-то мне кажется, надо бежать. Очень странный. Страннейшим даже сказал. Так, ну как-то очень под все встает и сразу. Ну пока что так, он ничего не вестит. На Ферзь 2, Конь Ф3, любое закрытие под Б6. Ну а после Ферзь Б1 у него все-таки так уж. Ферзь стоит, неважно. Что-то здесь будет, явно. Я уже думал закрываться, но что-то это какая-то прям плохая идея. Это будет какой-нибудь дать шаг. Так, король Е2. Сейчас Ферзь Е4. Ну вот сейчас зависит от его хода прям все. Побью, наверное, все-таки. Ну в целом неплохой ход. Так, как-то я здесь некачественно сыграл, но времени маловато. Ай, ёлкин. Мама родная! Ну что и выиграл? Всем все обвалилось. Это очень странный тип. Кто это вообще такой? Чем он известен? Охренеть! Два из двух! Какой у него потерять в основной дисциплине? Офигеть, двоих снял! Что-то с ним явно не так. Вроде местами странно. Просто дотерпел! Федереть, мне не нужно. Тут, по-моему, уже огромные вопросы к человеку. А ну чего себе я сотворил? Чек в игры у меня, Жигалка. Мы его, конечно, поздравляем с этим достижением. Мне 863, мама. Потрясены его уровни. Обалдеть. Ну как-то хотим, так сказать, знать больше. О-о-о! Конечно, по-моему, уже. Причем, на самом деле, позиция-то гнилая была безумная. Но что они все по времени ильют? Просто страшно. Я предупреждал, нет, Вячеслав предупреждал. Ну а что тут толку, да? Мэрия замурилила бы хуже. Что-то сделать, это было бы, я бы, конечно, Спасибо, ребят. Ну как-то это прям неожиданно. По-моему, да, если уж. Я не ожидал этого. Не, ну молодцы, конечно, все хорошо играют. Ух! Очень хорошо играют. Нет, вначале он как-то провел плохо, а потом какой-то момент... Гольцев полтора. Как-то не знаю. Мне-то что-то истерзают, смотри, и сомнения, короче говоря. Ну, конечно, это... Нет, понятно, что в матче я их не обыграю. Окей, да, я ошибался. Но, по крайней мере, в какую-то жеребьевку себе выбить неплохую... Чтобы как-то... Наверное, шансы уже большие. Потому что я сыграл и с первым, и со вторым. Остались только Вова и... Кто там еще и Гольцев, да? Но Гольцев уже проиграл. Ну, уже, если честно, по ощущениям праздничных. Так что, наверное, раньше там тура шестого-седьмого... В принципе, теоретических шансов у нас с Гольцевым нет. С Вовой, конечно, шансы есть. И Вова всегда просто в последний момент от меня убегает. Ну ладно, там я еще... Как-то странно. Где-то вроде плохо играет. Да тут прям пипец как пронесло просто. Сбивает и делает это хорошо. Клименте обвиняет всю свою удачу. Да, по-моему, тут уже... А в чем читерство? Проблема в том, что как бы он же... Что за бред? ...теперь очень серьезно будет влиять на расклад сил при... Я наверняка не по первой линии шмалял. Ну, ну, и дядя из бризы. Если уже люди в таком уровне читерства в виде... Ну, 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 ну... Пусть у нас это будет читер-паранойя окончательно. Один из нас, соответственно, просто... Как бы не пройдет дальше. И как бы будет обидно, если это по милости господина Семеновского. Нет, слушайте, но... Цветнот у них был реально жесткий. Вообще, ну, как-то, да, наверху... Томми, что за бред? Ну, реально. Которые, так сказать... Да. Позиция отвратительная была сейчас. Она была очень тяжелая. Да, я люблю все эти битвы, все это люблю. И как бы... Уже там в каждой партии уже думать, что там было... Людям нравится, пожалуйста. Просто здесь, да, турнир, все хорошо. В дальнейшем я всерьез задумываюсь о том, чтобы просто больше не играть на этой платформе. По-моему, она ничего уже не делает. Да, это история сейчас немцем. Чтобы здесь хоть как-то нормально шла игра. Я не знаю, он говорил, что... Опять, 9 турб, это все хорошо. Это же вопрос жеребьевки в дальнейшем. Я же не говорю, потому что сейчас уже, так сказать, вырвали очко, да, или уже, ну, как бы, я, сутки, хотел как-то комфортно доходить, да, там, до каких-то фиксирующих мест, выходящих. А тут, как бы, уже, так сказать, на колу мачало, начиная с начала. Ой, ладно. Ну, что там это, но... Скантак, человека все обвиняют, да, и, в общем, вроде бы я зашел. Я уже, честно, успокоился на эту тему, но... Вроде бы я зашел. Сейчас будет Вова. Ну, хорошо, надеюсь, это будет по-любому Вова. Сейчас будет по-любому Вова. Сильно турнир. Ну, вряд ли мне Иру дадут. Надеюсь, мы... А Ира будет, наверное, с Шувалова выиграть. А может, нет, кстати. У Иры там вариантов кучи. Я думаю, это вполне не вероятно. А, еще Крестаман есть. Ну, видимо, с Серегой играет. На карандаш человека. Я еще удивлялся, да. Ну, как-то очень четко выиграл. Ну, зайдите к Сереге, спросите. Он реализовывался, делал хорошо, но прочего рейтинга обычно просто так не реализовывается. Самый простой вариант. Он это делает нервно, с ошибками, и как-то так, еле-еле на тонненького. Я думаю, Серега ответит на все вопросы, которые интересные. Да, ну, тут уже сейчас же Галка выиграет, будет четвертый тур. Ну, неприятно. А, ну, тут Вова, тут же без вариантов. Третий номер. Если честно, я сейчас задумывался о создании...